Сегодня на сессии Одесского городского совета мы отводим, даем разрешение на разработку земельной документации по участку для государственного предприятия Дирекция по строительству аэродромного комплекса Одесса площадью 42 гектара. На данном участке будет расположена магистральная рулежная дорожка, а также соединительные участки с скоростными рулежными дорожками. И организовано ледное поле, которое позволит обеспечить безопасность воздушного судна в случае его выката с аэродромных покрытий. На сегодняшний день профинансировано уже 2,7 миллиарда гривен и ожидается финансирование на этот год в объеме 700 миллионов гривен. Что касается гаражей, рабочая группа работала и продолжает свою работу на сегодняшний день, однако собственники гаражей не приходят на эту рабочую группу. Некоторые люди проявляют сознательность и дают информацию, собственно, для того, чтобы мы могли найти с ними какое-то решение непосредственно на коммунальное предприятие, либо в Малиновскую администрацию почтой. Все эти заявления рассматриваются. Мы не прекращаем эту работу. Более того, никаких противоправных действий со стороны коммунального предприятия в части сноса, демонтажа, недопуска, вообще такого у нас нет. То есть мы все-таки ждем конструктивного решения этого вопроса и будем стараться найти какое-то взаимовыгодное понимание и решение. К сведению абсолютно всех, с 1 мая этого года проезд к терминалу будет бесплатный для всех пассажиров. Единственный момент – это время стоянки не более 10 минут и проезд одного автомобильного транспортного средства один раз в сутки.